Дорогие коллеги, я с огромным удовольствием принял приглашение Айдара Минемансуровича выступить сегодня здесь, участвовать в конференции, потому что Институт образования, Институт педагогики Казанского федерального университета – наш большой партнер, и партнер, который двигается очень быстро и интересно. Я хочу начать этот разговор с того, что я поздравляю и лично Айдара Минемансуровича и всех его коллег с тем, что Институт, точнее Казанский федеральный университет попал, действительно об этом говорил Айдар Минемансурович, международный рейтинг по направлению образования. Есть всего три российских университета, которые там, и я рад, что и наш университет, и Казанский федеральный в этом рейтинге. Надеюсь, что по заслугам. Второе, что я хотел сказать, и это уже касается содержания моего выступления, – это то, что, конечно, нам нужно проводить очень серьёзные перемены в педагогическом образовании в стране. И Казанский федеральный является очень интересным примером таких перемен. Об этом говорил Ильшат Равкатович. И, понимаете, вот если сопоставить все три доклада, которые были до меня, это очень интересная конструкция. Мы видим, как идёт речь очень серьёзно о структурных переменах в подготовке педагогов, так и о содержательных требованиях. Ведь фактически то, что говорили ИЭН, и ТЕО касается совершенно новой педагогической позиции и навыков. И моё сегодняшнее выступление, оно немножко будет выбиваться из этой линии, потому что я буду говорить о внешних вызовах и требованиях. – к педагогической профессии, к подготовке педагогов. И делаю это, в общем, как-то мне не очень легко это делать, потому что я сам начинал учителем, и для меня некоторая независимость учительской профессии, связь учителя напрямую, с одной стороны, с культурой, с другой стороны, с ребёнком, являются безусловными ценностями. Но, вы знаете, я задал бы очень простой вопрос. Вот представим себе, что такой замечательный учитель подготовлен в соответствии со всеми тремя докладами, которые до этого мы прослушали. И он и рефлективный, и практически у него умения есть. И у него замечательное знание предмета, потому что он не сразу готовился как педагог, а сначала он готовился в профессиональной школе. Но занимается он черчением. Понимаете? И приготовили учителя черчение. Я не знаю, как переведут. Это technical drawing, кажется, по-английски. И он, оказывается, вместе со своим черчением совершенно не нужен в школе. И в этом смысле мы должны всё-таки, видимо, помнить о том, что школа, среднее образование – это часть огромной системы, воспроизводящей людей, воспроизводящей и обновляющей культуру. И вопрос о соответствии нашей системы образования этим внешним изменениям, он нам представляется очень острым. Почему мы им заинтересовались в Институте образования Высшей школы экономики? Дело в том, что год назад нас попросили принять участие в разработке предложений по ускорению экономического роста России. И год назад состоялся разговор с несколькими очень ведущими людьми в области финансов, экономики. Достаточно сказать, что среди них был и бывший, и нынешний министр финансов, и нынешний министр экономики, и на самом деле два министра экономики, которые еще были 15-20 лет назад. И, откровенно говоря, я их спросил, они говорят, надо про всю систему образования подумать. Я их спросил, ну хорошо, я понимаю, что мы будем с вами говорить про профессиональное образование. И тогда один из бывших министров экономики, и вы его знаете, нынешний президент Сбербанка Герман Ускович Греф сказал, нет, 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 надо говорить и про школу. И мне это показалось странным. Школа, понятно, что она делает. Вечные задачи, язык, математика, история, астрономия, причем тут задачи экономического роста. Но этот вопрос для нас оказался довольно любопытным. И мы стали смотреть, что действительно мы можем сделать не на уровне высшего образования, это отдельный разговор, а на уровне дошкольного и школьного. И сегодня я хочу поделиться с вами результатами этих размышлений. Как переворачивается? Я буду просто махать рукой, да? Хорошо. Дело в том, что в стратегии, которая обсуждалась как раз и на этом совещании, и потом на десятках других экспертных обсуждений, удалось выделить три ключевые внешних вызова, которые встают сегодня не только, кстати, перед российским обществом и экономикой, но фактически перед большинством стран. Есть ряд стран, к ним не относятся, скорее всего, Нидерланды или Великобритания, в которых, в общем, механизмы достижения целей и экономического роста, и технологической модернизации, и определенной социальной стабильности. Нельзя сказать, что Нидерланды или Великобритания или Сингапур – это общество социальной справедливости в полной мере. Но они двигаются, решают эти проблемы, а в странах догоняющего развития, к которым относится Россия, нужно находить механизмы. И вот я прошу зафиксировать вот эти три сюжета. Итак, технологическая модернизация, экономический рост, в том числе через повышение качества человеческого капитала и социальная стабильность или социальная справедливость. Откуда, кстати, здесь возникает вот этот сюжет социальной справедливости и социальной стабильности? Ну, во-первых, потому что внешняя задача так стоит. Нам нужен не просто экономический рост, а то, что называется инклюзивный экономический рост, от которого становится лучше каждому. Не такой рост, который сейчас у нас, в результате которого 15% граждан живут хуже, чем они жили 15 лет назад. Прошу прощения, 20 лет назад, в 2007 году. А рост, который поднимает всех. И прошу обратить внимание на первую строчку. Нам нужен не просто экономический, точнее так, сегодня общепризнанно, ну, можно рассматривать это как некоторое допущение, но я доверяю своим друзьям и коллегам-экономистам, которые утверждают, что быстрый рост можно обеспечить только за счет повышения качества человеческого капитала. Потому что человек является главным производителем ВВП. Ничего тут хитрого нет, и даже для тех, кто, как я, не учились на экономических факультетах, это более-менее понятно. Так, итак, а что же может сделать образование, в том числе школьное, для того, чтобы общество и экономика двинулись в этом направлении. Следующий слайд и следующий слайд. Итак, возможный вклад образования в технологическую модернизацию. Прежде всего, это, конечно, университет, и я не буду на этом останавливаться. Сегодня профессор Гафуров говорил, что ваш университет тоже, не ваш, а университет, хозяин конференции, является одним из университетов, входящих в программу международной конкурентной способности. Но два слова здесь важно сказать. Речь идёт фактически о формировании в нашей стране совершенно нового типа университетов, не совершенно нового, но как относительно массового, нового исследовательских университетов, которые за счёт энергетики, и тут уже речь идёт, так сказать, о наших задачах, которые за счёт, прежде всего, энергетики инициативы молодёжи выходят на новые поля исследований. Потому что сегодня Россия со всем её гигантским научным коллективом, а по количеству научных работников мы по-прежнему в первой пятёрке стран, участвует только в трёх процентах быстро развивающихся научных областей. В трёх процентах. Для сравнения, Соединённые Штаты – 50, Франция – 20. Но здесь школа, учитель, ну, потом, пожалуй, могут способствовать именно появлением талантливой и высоко мотивированной молодёжи в этих областях. И я бы обратил внимание, что здесь стоит задуматься о том, как работают наши учителя. И вот, к сожалению, исследование, которое мы проводили, показывает, что специальной задачи рассмотреть мотивацию ребёнка, увидеть её и поддержать, наши учителя пока не ставят. Второй сюжет, и он уже касается нас непосредственно, это формирование навыков для использования современных технологий в работе и жизни. И здесь надо сказать, что, конечно, мы имеем некоторую катастрофу, потому что предмет технология – это позор нашей школы. Мы закрываем на это глаза. Но наше исследование показывает, что по непопулярности это второй снизу предмет. То есть он конкурирует с ОБЖ. Как надо преподавать технологии в школе такой, ну, казалось бы, предмет интереснейший по потенциалу, чтобы он был одним из самых непопулярных. Но ничего удивительного в этом нет, потому что, опять же, когда мы занялись этим вопросом, мы выяснили, что мы неплохо знаем, что происходит у нас с преподаванием математики. Есть ЕГЭ, какие-то проверочные работы, исследования. Мы знаем, что происходит с преподаванием языка. Мы ничего не знаем, что происходит с преподаванием технологии. Я спрашиваю нескольких министров образования региональных. Скажите, у вас в школах какая примерно доля школ изучает технологию по альтернативной программе, где есть робототехника и так далее? И вот они… для них этот вопрос застал врасплох. Один из министров образования сказал мне, ну, ты знаешь, я думаю, что вот у меня там 400 школ в регионе, ну, думаю, что в школах 7, в 7 из 400 у нас вот это есть. Я говорю, а что в остальных? Ну, в остальных, говорит, как положено. Как, что значит, как положено? Мальчики слесарные, значит, дела, эти скворечники и отвертки вытачивают, а девочки домоводство. Мы, кстати, даже с вами не задумываемся, насколько архаично само это разделение мальчиков и девочек на домоводство и слесарные работы. Какая нелепая конструкция. Ещё понятно, почему это может происходить где-то иногда на физкультуре, но совершенно непонятно, почему остаётся вот эта гендерная то ли дискриминация, то ли дифференциация, не поймёшь. И, конечно, не приходится удивляться, что наши инженерные специальности не популярны. И, кстати, если мы посмотрим на содержание ещё и других предметов, физика, химия, биология, мы увидим там, ну, например, в химии есть буквально 3-4 упоминания, ну, или более-менее серьёзных, развернутых, так сказать, обсуждений с детьми, материалов по химическим технологиям. Это означает, что в целом содержание образования в нашей школе в области технологий, не только в предмете в этом, оно архаично. И удивляться ещё раз, потому что этому не приходится, если на самом высоком уровне заявляется, что нам надо развивать кабинеты домоводства, что без какая-то, есть такая цитата одного начальника, что наши дети забыли, что такое молоток и швабра, какая же у них будет профориентация. Ну, если мы считаем, что главная профориентация у нас на молоток и швабру, то можно не рассчитывать на технологическую модернизацию. И здесь встаёт вопрос об использовании технологии в школах. Понимаете, это же тоже какая-то удивительная история, когда мы не даём детям пользоваться в школах тем, чем они уже пользуются дома и чем мы сами пользуемся на работе. Я имею в виду, например, смартфоны, другие инструменты коммуникации и получения знаний. Более того, я знаю несколько даже университетов, где такое движение среди преподавателей, не принимать курсовые и дипломные работы, надо, чтобы они были написаны от руки. И профессор говорит, я говорю, слушайте, а зачем надо, чтобы писали от руки? Чтобы душу вложили. Вот эта архаика должна быть нами понята, как колоссальная проблема нашего образования в целом и педагогического образования в том числе. И, конечно, одним из драйверов экономики являются технологические инноваторы, технологические предпринимательства. Мы проанализировали очень простую вещь – как связано технологическое предпринимательство и опыт проектной деятельности. И оказывается, есть прямая связь. В тех вузах, мы смотрели, правда, вузы, но мы думаем, что это может быть распространено и на школы, где развернут метод проектов, где дети вовлечены, причём в коллективных проектов. Там больше молодёжи планируют собственные инициативы, планируют предпринимательство какое-то. У нас с этим очень серьёзная проблема. У нас среди выпускников школ доля тех, кто думает о своём пути, как пути предпринимателя, в разы меньше, чем в странах, с которыми мы конкурируем. Следующий слайд. Другое направление возможного вклада образования в развитие человеческого капитала – это, конечно, качество человеческого капитала. И здесь мы должны признаться, что мы не поставили достаточно жёстко вопрос о релевантности тех знаний, которые мы, может быть, замечательно даём в школе новым реалиям. С 2000 года мы наблюдаем ситуацию, при которой результаты наших школьников по исследованию ТИМС, а это исследование качества математического, естественно, научного образования в соответствии с учебной программой. Вот наши результаты там замечательные. Мы постоянно в первой шестёрке стран. И это действительно хорошо. Мы хорошо учим и математике, и естественных наукам. Но уже в ТИМСе видно, там есть категории задач, что задачи, требующие рассуждения и обоснования, не задачи, требующие использования формул, о которых ты знаешь, подставить значения, а тут всё блестяще. А задачи, требующие рассуждения и объяснения, почему ты так сделал, мы немножко хуже, не в шестёрке, а там в десятке, скажем, стран. Но если мы посмотрим на данные исследования ПИЗа, которые проверяют фактически, как мы используем эти знания, то Россия оказывается в четвёртом десятке стран. Ну, это, правда, начало двухтысячных. И, смотрите, нам удалось за счёт, очень интересно, ПИЗа проходит по математике, естественно, наукам и чтению. И нам удалось в середине двухтысячных годов, где-то в 2009, всё-таки провести серьёзные изменения в содержании математического образования и в практиках преподавания чтения. Нам не удалось совершенно, лобби, учительское, предметное, не дало провести изменения в преподавании естественных наук. Что мы видим? Мы видим, что наши результаты в ПИЗе по математике растут. Я прошу прощения, должен был вложить такой график сюда, конечно, буду показывать пальцем. А наши результаты по математике в ПИЗе растут. И мы впервые в 2015 году вышли на средний уровень стран ОЭСа. А наши результаты по естественным наукам в ПИЗе абсолютно стабильны. Не изменяются. И отставание от данных по ТИМСу такое же высокое. Что это означает? Это означает, что мы не учим в наших школах, как практически применять знания, которые дети получают. И в результате в том числе этого мы не рассматриваем в качестве прямых образовательных результатов такие качества человека, то, что называется сейчас ключевыми компетенциями, как коммуникация, кооперация, креактивность, предприимчивость, критическое мышление. Об этом, кстати, в недавней своей презентации как раз бывший министр экономики Греф и говорил, как об очень серьезной проблеме. При этом мы видим, что работодатели и вузы ожидают от нас детей, которые способны критически мыслить, которые способны работать в командах. Но мы не... Еще раз повторяю, ситуация здесь очень простая. Мы не рассматриваем это как прямой результат школы, к которому мы должны стремиться. Мы думаем, что это само собой как-то появляется. Нет. Этому тоже учителя должны учиться. И, наконец, есть очень серьезная проблема, которая, честно говоря, нас обескуражила. Потому что мы унаследовали все-таки с вами советскую школу, которая, как мне казалось всегда, была школой, где очень много занимались отстающими и так далее, и так далее. Но когда мы сейчас смотрим честно на советскую школу, то мы видим, да, там была создана очень хорошая система поддержки и подталкивания детей, но, тем не менее, там была своя система того, что называется отбраковки, начиная с совершенно нелепой системы второгодничества и кончая тем, что в конце советского периода, после девятого класса, после восьмого класса тогда, из школ уходило больше половины детей. И сейчас, когда мы получили возможность исследовать качество подготовки наших школьников, то мы, используя данные ПИЗы, можем утверждать, что, значит, поясню, как это исследуется. В ПИЗе есть несколько уровней функциональной грамотности, если угодно. И если ты выполнил задание на первом уровне или его даже не достиг, то ты можешь рассматриваться как функционально неграмотный. То есть, грубо говоря, ты умеешь, ты знаешь буквы, но инструкцию ты не поймешь. Так вот, 29% российских школьников, не только школьников, а 15-летних детей, в том числе тех, кого мы отправили в колледжи после школы, не имеют показатели ниже, на первом или ниже первого уровня по одному из направлений. Почти третий. А 9% по всем трем уровням. Так вот, смотрите, что это означает с точки зрения человеческого капитала? Это означает, что мы выпускаем из школы огромную группу людей, функционально неподготовленных даже на базовом уровне. И это означает, когда экономисты услышали это, они говорят, друзья, так из-за вас теряется, можно сказать, четверть человеческого капитала. Если мы хотя бы половину этих детей обучим так, чтобы они были функционально грамотны, то мы можем рассчитывать, еще раз повторяю, так утверждают мои коллеги-экономисты, на рост, до роста ВВП на 5%. Не на темпы роста другие, а просто, так сказать, общий объем должен увеличиться. И действительно, мы решили посмотреть, обладают ли наши учителя навыками и интересом для того, чтобы этих детей подтаскивать. К сожалению, нет. Мы видим все большую сегрегацию, все большую отбраковку этих детей. У нас сейчас 48% школьников после 9 класса уходят в колледжи. И очень многие просто потому, что их выталкивают из школы. Следующий слайд. Ну и с этим же связано вот этот слайд о вкладе образования в социальную устойчивость, в социальную справедливость. Этот слайд касается двух вещей того, что мы можем делать в школе. Во-первых, первое, это о чем я уже говорил, это сокращение этой группы функционально неготовых, детей, потому что, к сожалению, эта группа, как правило, рекрутируется из бедных семей, из семей с низким уровнем образования. И мы фактически создаем тем самым воронки неравенства, воронки воспроизводства бедности. Поэтому работа с этими отстающими детьми, она очень важна. Но мы никуда не денемся. Школа живет в неравном обществе. Это факт. К сожалению, уровень имущественного неравенства у нас колоссальный. И мы видим сейчас, что у нас растет сегрегация школ. Что такое сегрегация школ? Это как бы социальная однородность школы по образовательному и социальному статусу семей. Наши данные показывают, что у нас школы становятся все более и более однородными. Но это значит, что формируются фактически очаги. По нашим оценкам, примерно 20 школ работают в социальных контекстах, которые требуют специального... Где вы не будете ожидать поддержки семьи. Вот сегодня немножко говорили о детях-мигрантах. Но они же неравномерно распределены по школам. И что мы видим, например... И к этому надо относиться очень серьезно и понимать, что эти вопросы не вопросы политики вообще, а внутри системы образования в том числе. Когда мы видим, что если в одной школе, в Москве или в Петербурге, например, доля детей с неродным языком, ну в этих городах русским, превышает 20%, то родители более образованные, более социально статусные начинают забирать своих детей оттуда. Вот так возникает вот эта сегрегация. И когда мы стали с московскими директорами школ и учителями обсуждать эту проблему, мы проводили фокус-группы, то мы увидели, что они этой проблемой не замечают. И наши учителя... И это, кстати, очень серьезное отличие наших учителей от учителей ряда стран Западной Европы, например, или даже США. Наши учителя не видят свою задачу, ну как бы для себя вызов, подъем именно детей из тех семей, в которых ниже социальный статус, в которых ниже образование родителей. Таким образом, уважаемые коллеги, мне кажется, что... Можно следующий слайд. Еще следующий. К сожалению, мы видим сейчас, я не буду детально показывать этот мелковат слайд, мы проводили исследования приоритетов, например, профессионального развития учителей. И мы видим, что... И сравнивали их со средними международными. В целом, как правило, российские учителя соответствуют средним международным показателям. Но есть несколько флуктуаций. И мы видим, например, что для наших учителей образование в поликультурной среде является значительно менее значимым. Образование детей с трудностями в развитии является значительно менее значимым. Индивидуализация обучения является значительно менее значимым. Следующий слайд. Но если мы посмотрим на области, где мы подготавливаем учителей, то есть на то, как работают тренеры, система переподготовки, то мы увидим также, что в целом у нас, кстати, существенно выше среднего международного, почти по всем параметрам, а как раз в области поликультурной у нас ниже. Следующий слайд. И нам также надо понимать, что у нас, когда мы говорим о подготовке кадров, нам надо также понимать контекст, в котором она происходит. Это продолжающее снижение среднего возраста, повышение среднего возраста наших работающих учителей. Таким образом, уважаемые коллеги, я буду на этом завершать. Какой вывод отсюда встает или к задаче с нашей точки зрения перед педагогическим образованием и системой переподготовки. Во-первых, в этой системе мы должны существенно больше внимания уделять новым результатам образования. Надо специально готовить учителей, чтобы они умели, видели, как развиваются у их детей навыки групповой работы, креативности, сотрудничества, коммуникации. Во-вторых, важнейшей задачей повышения квалификации и подготовки учителей является все-таки восстановление вот этой культуры, преодоление глубокого отставания. На самом деле, это очень серьезный и теоретический вопрос. У нас в восьмом классе оказывается ребенок, у которого есть пробелы, скажем, по программе четвертого класса. Что мы с ним делаем? Как мы с ним работаем? И, наконец, безусловно, вызовом для системы подготовки и квалификации является работа в новой технологической среде. При этом надо понять, что высокий средний возраст педагогов, я по себе знаю, как я не люблю менять технологии своей работы, это определенный барьер для внедрения новых технологий. И к этому надо относиться с пониманием и помогать этим людям. Ну и, наконец, как я уже сказал, вся тема с технологическим образованием, которая не концентрируется только на уроках технологии, является очень серьезным вызовом для нашей системы педагогического образования, игнорировать которой невозможно. Спасибо большое за внимание.